На улицах Петербурга в канун Дня Защитника Отечества разыгралась криминальная драма с участием пенсионера Минобороны. На него, ни о чём не догадываясь, напали вооружённые грабители. Майор Запаса достал свой наградной Макаров и открыл ответный огонь. Один налётчик убит, на месте второй ранен. Ещё двое кое-как сбежали на машине. В городе объявлен план-перехват. С подробностями из Петербурга Николай Васильев. План-перехват всё ещё в силе. На многих перекрёстках Санкт-Петербурга до сих пор можно видеть вооружённых полицейских в бронежилетах. Но о результатах этой операции пока официально не сообщается. Оперативные мероприятия продолжаются. Место происшествия всё ещё оцеплено. Выстрелы звучали на этой парковке делового центра в Приморском районе северной столицы в 14.10. Как сообщают в полицейском главке, четверо злоумышленников выследили потерпевшего, когда он получил в банке достаточно крупную сумму наличных. По неподтверждённой информации речь идёт примерно о 120 тысячах рублей. Когда мужчина подходил к своему автомобилю, неизвестные напали на него и начали стрельбу из травматического оружия. Но он открыл ответный огонь из пистолета. Как выяснилось, оружие наградное, а потерпевший офицер запаса, военный пенсионер. Одного из нападавших он, обороняясь, убил, второго ранил. Остальным двоим удалось скрыться, и именно их сейчас ищут петербургские полицейские. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о разбое, а полицейский главк уже объявил о намерении наградить потерпевшего за активное содействие правоохранительным органам.